За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась и сейчас в среднем составляет около 200 случаев ежедневно. При этом чаще стали болеть дети в возрасте до года, школьники с 7 до 14 лет, а также подростки. Ни одного случая заражения гриппом в Самарской области по-прежнему не зафиксировано. На оперштабе глава региона выразил уверенность, что это результат прививочной кампании против гриппа, когда вакцинацией было охвачено более 60% населения. Сейчас основная задача сохранить тренд на стабилизацию эпидемиологической ситуации, особенно накануне приближающихся майских праздников. Поэтому на оперативном штабе решили оставить 50% заполняемость залов, театрах и на концертах, а также продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65 плюс до 11 апреля. Давайте мы вот эти 10 дней используем максимально эффективно для того, чтобы, с одной стороны, и справиться с тенденцией, которая сегодня есть, преодолеть очередной рубеж заболеваемости в день. У нас сейчас вот было 300, сейчас 200. Давайте мы создавать все условия для того, чтобы дальнейшее понижение было. Я думаю, нащупаем формулировки, как правильно поручение оформить штаб. Министр здравоохранения региона Армен Бинян в своем докладе отметил, что в штатный режим работы возвращены 1828 коек в кардиологии, терапии, сосудистой хирургии, гинекологии и онкологии. В случае необходимости они могут быть снова переведены на ковидный профиль. В стационарах проходит лечение порядка 3200 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Более 14 тысяч человек лечатся амбулаторно. Вакцинацию в Самарской области можно сделать в 145 прививочных пунктах. Два из них мобильные. Всего в область поставлено более 167 тысяч доз вакцины. Препаратом ГАМ-КОВИД-ВАК привиты более 161 тысячи человек. Из них вторым компонентом более 112 тысяч. Более половины прошедших вакцинацию – это люди старше 60 лет. Ожидается две большие поставки препарата – 42 тысячи и 51 тысячи доз. Будет прорабатываться возможность вакцинации на дому для пожилых граждан и инвалидов. Виктория Шарея, События.